Итак, всем привет! Сегодня у нас очередной ролик про разборки аккумуляторов. И в этом ролике мы посмотрим сразу три аккумулятора, разберем. Это один и тот же аккумулятор BAT BL50L6, только вот с одной отговорочкой. Вот эти вот два написаны прям, правда мелким шрифтом, именно CELS, это у нас Made in Japan. Это то есть аккумуляторные блоки, банки, вот эти вот, именно производство Японии, а собрано в Китае. И вот третья баночка, это у нас непосредственно все сделано в Китае, и банки, и все на свете. Давайте разберем, наверное, сначала китайский, так как он один. Ну, сразу скажу, что заклеено все дело. Походу придется поковырять. Надеюсь, сегодня без происшествия, а то мне уже на сегодня как-то все хватило. Смотрите-ка, можно снять. С морда начиная. Соответственно, можно перемотать. Кому это не интересно. Блин, хорошие ключи. Тут и клей хороший. По краям уже клей идет. Так, походу еще аккумуляторы приклеены к верхней крыльпке. Так, поперло. Ага. Так, зеленые соньки стоят, что ли? Прикольно. В китайце стоят соньки. Может, не все так плохо? Смотрите-ка, легко открывается. Так, что там у нас? Что-то даже клей-то не видно, и защелок не видно. Держится реально на герметике. То есть, вполне реально разобрать любому. Главное, найти с чего начать. Так. Вот оно. Вот оно, Соню. Соньку. Так, Соник добавляется. Так. Пустые капсулы. Это не для видимости. Это, вернее, скорее всего, вот этот бокс, он универсален. Переходнички разделительные. Тоже, кстати, могут пригодиться. Смотрите, сколько запчастей тут лишних. Единственное, что... Хороший герметик. Заклеено все им. А, тут шина идет. Шина приклеена. Хорошая шина, блин. Шина приклеена на герметик. Логично. Вот так. И здесь тоже по стенке приклеено. Итак, не так уж и долго. Так, давайте посмотрим балласт. Древненький балласт у нас. Один, два термодатчика. Это уже радует. Так, шинки. Очень простой балласт. И, походу, смотрите-ка, он вечный. Сейчас мы посмотрим. А, нет, чип стоит. Вот он. Основные мозги, которые у нас отвечают за то, сгореть или не сгореть, находится, вот в этом вот контроллере аккумулятора. Предохранитель. Вот он стоит. Так, сейчас мы посмотрим с вами состояние этого дела. Так, ставим на кругу. Смотрим. Обычно крайние контакты у нас. Выход плюс-минус. По нулям. Ладно, смотрим на аккумуляторах. Так, это у нас... Не сказать, чтобы он крайний был. Да, это крайний. Это первый, это по плюсу. 0,23. Так. О, 2,6. Ну. 2,9. Отлично. Короче, два аккумулятора вот этих дохлых. Так сказать, газы. А все остальное, в принципе, живое. Это меня радует. И, как видим, скорее всего, долго стоял на зарядке. Данное зарядное устройство, то есть, которое у нас контроллер заряда установлен в данных аккумуляторах, ну, не ахти к качеству. То есть, я уж понял, что, в принципе, даже от производителя очень многое зависит, именно как смотрит за аккумуляторами контроллер. Что у нас в итоге происходит с ними. Потом на сайте посмотрю тут. По марке аккумулятора можно посмотреть, от какого ноутбука или к какому он подходит. тоже может кому пригодится информация. На сайте, если что, в теме размещу. Так, ну все, вот он контроллер. Вот они баночки. Чисток ровненькие. Такими темпами я, может, на велосипедсе соберу аккумуляторный банк из Соник. Так, если еще раз мне удача улыбнется. Так, что тут 5 вольт есть? 5 есть. Так, ну, значит, Аймакс, по идее, я должен схватить. Давайте попробуем. Так, минус, плюс. Сразу банки я не буду распечатывать. Пусть они так и будут красиво. Зачем это все надо? Так, вли и он. Так, не видит. Здесь-то шина-то есть. Жду вами-то, ребят. Якобы что-то тут есть. Да, шина есть. Значит, вложим просто плохой контакт. Здесь что ли? Отсутствует напряжение. С чего это? Так, никейный металлогидрид нам пошел. Так, ну, там, получается, недостаточное было напряжение. Итак, переходим в ли и он. Не хочет. Так, ну-ка, ток уменьшим. Тут еще, кстати, такая есть... А, тут у меня стоит один аккумулятор, правильно. Эх-то два. Вот в чем ошибка моя. Так, все, попер заряжать. Сейчас посмотрим в итоге, сколько там набежит. Вот, по поводу вот таких вот баночков. Я уже говорил. И еще раз повторю. Короче, смысла их восстанавливать маловато. Ну, насчет Соник. Я уж понял, что попытаться стоит. Для того, чтобы их восстановить, как я уже говорил, самое важное, это надавить пластину в центр, ровно в центр. Не проколов ее, а лучше всего спустить газ. Можно, если напряжение есть, например, достаточно бывает газ спустить, чтобы все встало на свои места. Ну, честно говоря, если газ выходит, это значит о том, что аккумулятор кипел. Ну, тут все по нулям. Пальцами не касаюсь, все вообще по нулям. Немножко пальцами. Вот мое напряжение. То есть у меня напряжение то больше, чем на аккумуляторах. Так, к сожалению, я ремонтировал перед командировкой двигатель, разбирал. А там оказалось, что щетки-то нормальные. Там в другом проблема, блин. Просто подгибаем. Без повреждения. Чтоб не острое, главное, было. Не хватит. Так. Попробовать еще. Ага. Вот, как видим, я просто в центр нажимаю, да, с края уже газ выходит. Это говорит о том, что как барабан у нас выпячивается диск защитного термоклапана, так скажем, 3 вольта. Вот, скорее всего, на том, которым газ спустило. Короче, работает и работает. Если у вас получается подлезть, не спуская газ, нажать на пластину, и у вас аккумулятор изработал, радуйтесь. Ну, емкость будет, конечно, мала, но для поделок пойдет. Если из ноутбука вы их вытаскиваете, соответственно, балласт, ну, контроллер вот этот видит, что аккумуляторы умерли, и может самопроизвольно сгореть. Обычно сгорает предохранитель. Предохранитель тут хитрый, он двойной. То есть, у него идет вот так вот пластина вдоль, а контактная группа проходит над этой пластиной. То есть, при коротком замыкании, например, аккумуляторов происходит разогрев нижней, а верхняя пластина, она из, как бы, из припоя сделана. Она начинает разогреваться, соответственно, падает туда, и происходит разрыв контакта. То есть, такой хитрый термо, так скажем, предохранитель. Ну, тут видим, все целое. По идее, если подключить, это все дело может и так же не заработать, из-за того, что контроллер обнулился. По идее, бы интересно было бы, но у меня столько ноутбуков нет, чтобы проверять данный аккумулятор. Так, данный аккумулятор у нас разбирается. Так, можно отложить в стороночку. Так, давайте попробуем чисто японский. Тут уже по-другому как-то. Ну, так, тут просто что-то. Вроде корпуса одинаковые. И собираются в Китае. Ага, здесь вообще жестко. То есть, японские деаккумуляторы. Что-то они прям засекречены. Ох ты! Вот так вот. Прям засвечивает все. Короче, шанс разобрать его очень мал. Ну, в принципе, если действовать по первому плану, по чуть-чуть, то тоже, по чему-то, шанс мал. Не, нифига. Хорошие заклепки, а? Тут прям хорошо так снялся. Ага. О, надо подковырнуть. Вот так вот. О, и сразу все пошло. Понятно. Так, о, вот тут у нас нормальные соньки. Это санье. Вот это, ребята, реально хорошие аккумуляторы. Вот этому я еще больше рад. Причем это старенькие. Это оригинальные. Самые, что ни на есть, блин. Вот оно. В принципе, можно все разобрать. Это у нас блин, а где у вас надпись-то? Что этого? Так, те-то у меня другого оттенка даже. Те, походу, постарее. А, тут герметика нет. О, так они вынимаются легче. Санье, да? Санье, оригинальное санье, японское. Япона-мама. Так. Сейчас попробуем быстренько как-то опять садиться. попробуем быстренько как-то разобраться. Где у нас тут что? Как-то тут по шинам идет. Смотрите, вот где именно японское, да, у нас везде шины, нету проводов. То есть, потери сведены к минимуму. А, ну давайте сразу посмотрим на пробу на контроллере. также по крайним ногам обычно по нулям. Так, ладно, смотрим на пробу на аккумуляторах. Так, что-то два плюса у нас. 3,7. Что-то вот тут нащупать не могу. Ага, 3,7. 3,7. Здесь, наверное, все-таки объединим. Ну. Так, ну-ка. 3,7. О, тут у нас аккумуляторы в идеале. Тут балласт отказал. Балласт здесь также с микроконтроллером. Вот, управляющий. Бенкью 2931.2 ПВ и Бенкью 80201 ДБТ. Ну и два, соответственно. Ну-ка, предохранитель. Посмотрите. Да, еще по предохранителю у него может снять верхнюю крышечку. Предохранитель непробитый. И увидеть все это во лучшее. Так, ну что, разберем последний. Тут полностью все рабочее. Надеюсь, камеры хватит. мы уже тут сноровку набили. Сначала главное подковырнуть. что-то дело. Китайские ставят Sony. Ну вот, я говорю, Япония Саньё ставит. Контора даже нету. Аккумуляторы их не живут. Где-то выпускается в подпольном цеху. Сейчас, наверное, Китая. Так, вот они Саньёшки. Так, сейчас быстренько смотрим напряжение на контроллере. О! Контроллер живой. Все тут тики-туки. Даже напрюга есть. Так, смотрим на банках. Так, 8. 2,7. 5. 2,6. 2,8. Короче, все банки живые получаются. Вообще тоже только тут напряжение заниженное 20 с чем-то вольта. Так, ну это меня уже радует. У меня еще Соньки и Саньюшки. Прям полный автопарк. Это бешеные деньги, кстати. И самое, почему я радуюсь именно Сонькам и Саньё, потому что у них емкость не сильно теряется и с ними проблем меньше. У Соник проблема заключается в том, что они даже в режиме Липо заряжаются. Саньё вот эти не хотят в режиме оригинальной именно заряжаться в режиме Липо. Только в Ли-Он режиме. По поводу Соник у них часто они кипят и соответственно какие-то банки приходится ковырять. Но емкость у них кстати неплохая. В отличие от Саньё, где в принципе они более сделаны что ли качественно. Ну и пока еще Саньё ни одно не забарковало. Даже старое, которое я разбирал в своих запасах, было какое-то видео, где я чуть ли не из первых разбирал Саньё. Там он рабочий был, живой. Так что вот такие вот дела. Это меня очень радует. уже сколько ампер. Сейчас пока камера не села. Давайте посмотрим ток короткого замыкания на дохлых аккумуляторах. Хотя бы так на глаз вот на парочке крайних здесь 5. Отлично. Аккумуляторы севшие 4,6. О, здесь полностью заряжено. Смотрите, как ёмкость держит. Так. Такая же песня. Отлично держит ёмкость. А здесь они севшие где 2,7 вольт. Это уже чересчур. Это уже чуть ли не 10% заряда всего. у них 2,5 минимума. Так что если вам попались саньё хороните их как зеницу ока. Из них кстати хорошие поделки получатся. И мощность у них приличная. Чуть ли не 10 ампер могут выдавать пикало с одного элемента. Ну а на этом всё. Всем спасибо за внимание. Далее посмотрим другие аккумуляторы. всем удачи всем пока.